Лучший дом, двор и детская площадка. Такой конкурс проходит в столице. Жильцы соревнуются, у кого придомовая территория уютнее и удобнее. Комиссия уже обошла всех участников. По Террасполю прогулялась и Оксана Ступа. Аккуратные полисадники, обустроенные детские спортивные площадки, выкрашенные дома. Выбрать лучший двор – задача не из легких. Этот по улице энергетиков однозначно привлекает внимание. Здесь подсолнухи высотой в человеческий рост, деревянная беседка и даже веранда для барбекю – одно из любимых мест у жильцов. Местные постоянно ухаживают за двором. В скором времени планируют выложить тротуарную плитку. Мы проводим субботники. На данной территории никогда в течение года нет ни сорняков, ни эмброзий. Мы следим за этим. В конкурсе «Лучший дом, двор и детская площадка» – 13 участников. Комиссии предстоит выбрать лишь два лучших – один кооперативный, другой на балансе ЖУК. На первом месте – это благоустройство, то есть зеленое насаждение, клумбочки. Второе – это благоустройство спортивное и детские площадки, потому что двор без этого – это не двор. Третий критерий – это все-таки транспорт. А это улица юности. Здесь тоже двор радует глаз. В летнее время детей, конечно, больше. Яна и Саша – лучшие подруги. Ходят в одну школу, качаются на одних качелях и играют в одной беседке. Там много места, можно вынести с подружками игрушки и поиграть. Тут очень много детей, веселья, есть горки, качели, беседки, можно поиграться. Звоню своей лучшей подруге Яне, и мы с ней играем. Она выходит, и мы с ней играем. Во что играете? Бывает в куклы, в пони или просто катаемся на качелях. Я услышала об этом конкурсе от жильцов. Они мне сообщили, что проводится такой конкурс. И они сказали, что, Оксана, у нас настолько красивый двор, мы бы хотели принять участие. И мы подали заявку. Каждый двор уютный по-своему. Жильцы вкладывают свои силы и душу. Поэтому конкуренция высокая. Имена победителей назовут на следующей неделе. Оксана Ступа, Павел Божонко. Первый Приднестровский телеканал.